Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! В данном видео мы разберем с вами процесс вязания простого ажурного узора спицами. Это лицевая сторона, это изнаночная сторона узора. Данный узор выполняется очень быстро, просто и легко. Использовать его можно как в детских изделиях, так и во взрослых изделиях. И опять же его можно использовать как самостоятельно, так и в сочетании с другими узорами. Для вязания данного узора на сам раппорт узора идет 7 петель, плюс 1 петля, изнаночная, которая между узорами. При этом можно увеличивать количество петель изнаночных между узорами. Вот смотрите, 7 по схеме, плюс 1 в моем случае. Всего на раппорт узора у меня идет 8 петель. Количество петель кратное 8, плюс 1 петля изнаночная, кромочная, добавляется в начале ряда для симметрии. Если будете увеличивать количество изнаночных петель между узорами, тогда сюда добавляется не одна, а то количество, которое будет у вас. Для вязания данного узора я набираю количество петель кратное 8, 1, 2, 3, плюс 1 петля для симметрии, изнаночная в начале ряда, и плюс 2 петли кромочные. Для вязания данного образца я изначально набирала 27 петель общее количество. И на что хочется обратить ваше внимание. Для вязания данного образца я в начале провязала 2 ряда лицевой гладью. То есть первый ряд все петли лицевые, второй ряд все петли изнаночные. Вязание первого ряда узора. Первую петлю кромочную снимаем не провязанной. 1 петля изнаночная, которую мы добавили для симметрии. И теперь 8 петель раппорта узора. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном направо. Для этого я петли беру и переворачиваю. Возвращаю обратно. И теперь провязываю их 2 вместе лицевой. Накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе с наклоном налево. Для этого первую снимаем, следующую провязываем лицевой. и на провязанную левой спицей переснятую опускаем. 1 лицевая, 1 изнаночная. Провязываем раппорт узора необходимое количество раз. При этом последняя петля кромочная, ее провязываем изнаночной. Вязание второго ряда. Этот ряд у нас изнаночный. И все петли провязываем по рисунку. При этом первую кромочную снимаем непровязанной, а последнюю кромочную вяжем изнаночной. Итак, выполняем. Первую снимаем непровязанной. Далее смотрим. Петля открытая, значит, ее провязываем лицевой. Далее бугорок. Бугорок провязываем изнаночной. Изнаночная. Накиды также провязываем изнаночной. Изнаночная, 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 изнаночная. Это лицевая. Так выполняем вязание всего второго ряда. Третий ряд узора. Первую петлю кромочную снимаем непровязанной, 1 петля изнаночная, добавленная для симметрии. Теперь раппорт узора. Первые 2 петли снимаем, переворачиваем, возвращаем обратно, провязываем 2 вместе, лицевой с наклоном направо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе с наклоном налево. Первую снимаем, вторую провязываем лицевой, на провязанную левой спицей, переснятую опускаем. 1 петля изнаночная. И повторяем раппорт узора, необходимое количество раз. Четвертый ряд изнаночный, и выполняется так же, как и вязание второго ряда. Первую кромочную снимаем, а далее петли провязываем по рисунку. Лицевая, бугорок изнаночный, накид изнаночный, и так далее, до конца ряда. При этом последнюю кромочную также провязываем изнаночной, открытая лицевой. Вот мы с вами и провязали 4 ряда в высоту. А далее раппорт узора повторяется необходимое количество раз. Ставьте класс к этому видео, пишите в комментариях, в каких изделиях вы будете применять данный узор. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группы в социальных сетях, прямые ссылочки на группы в описании к этому видео имеются. И тем самым, вы всегда будете в курсе всех моих новых видео. Вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!